ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Оооо, ребята, всё, погнали! Всем привет! Да, рубрика Google в помощь была создана для того, чтобы разбирать разные клипы разных исполнителей. Но что я могу сделать, если Taylor Swift заморачивается над каждым своим клипом? Да, друзья, с вами Таня Старикова, снова Taylor Swift и её новый клип The Man, и Google нам в помощь. Во-первых, она сама режиссировала и снимала этот клип, и снималась в нём, это она. Как сделали грим лица, нам показали в титрах, а вот как сделали грим рук и ног. И я визажист написала в инсте так. Это была такая протезная техника, например, у неё была накладка, полностью закрывавшая руку, чтобы она была толще, с заметными венами и текстурой, и накладные ногти, потому что мужские ногти шире. Надевать костюм мужчины у меня занимало 5 часов каждое утро, и это было сплошное удовольствие, потому что всё делал Билл Корса. Я с ним уже работала, когда он превращал меня в зомби для клипа и я вообще не представляла, что они должны делать с твоим телом, чтобы оно выглядело по-другому. У меня был мышечный костюм, всякие штуки ниже пояса, и я даже не хочу говорить, и это семейное шоу. Это семейное шоу. Я просто не хочу, никогда не сделать движения, которые не могут быть женщиной. Я из этого. Да. Это тяжело, потому что моя жизнь просто... Да! Короче, она здесь перевоплощается в мужчину, чтобы показать, как бы выглядела возможна её жизнь, если бы она была мужчиной, и параллельно поднимает темы того, как сложно женщинам пробиваться в каких-либо сферах. И весь текст про то, что если бы я была мужчиной, мне всё давалось бы легче, и мне прощали бы, если я злюсь, много зарабатываю, и кручу роман. Основной наболевший у Тейлора. Помните, у Бейонсе уже была такая песня? И у Сиары. И все вот эти вот знаменитые мужские песни «Если бы я был девчонкой» какая-нибудь похожая, что-нибудь есть? Как это загуглить? «Если бы я был девчонкой» Что я делаю вообще? Во вторник ведь... Есть! Её поет чай вдвоём! Чтоооооооооооо? «Я родился однажды, никому не нужен и одинок». «Если бы я был девчонкой, ноуку под рук нашивал, круглые сутки подлился, любился но белое не наделал. Что!!! Господи, мне сейчас так плохо. Я не понимаю зачем я это сделал и как ты их не продолжал! Что он целыми днями бы делал? Бодрился и бился! Бодрился и бился?! Бодрился и бился?! Все, чур меня. Итак, Taylor Swiable картинка, клип Пасхалки? Поехали! Этот клип оскорбил очень многих мужчин. Дело в том, что она поет, типа, я могла бы всего достичь быстрее, если бы я была бы мужчиной. И Тейлор Свифт самый высокооплачиваемый артист 2019 года. Вообще! И, в принципе, именно в сфере музыки очень много успешных женщин. Типа, как можно сделать карьеру быстрее, чем Билли Айлиш? И напомню, 2019 был годом Греты Тунберг. Короче, у девушек в медиа-сфере, на самом деле, много преимуществ. Их хотят слушать, на них хотят смотреть, их хотят поддерживать. И я тут посмотрела реакцию одного комика, Стивена Краудера. И его очень бомбит с того, что... А вот если бы я был девушкой, не быстрее ли я стал бы популярным? Вот так, с начала разбора вы уже и не знаете даже, какую сторону принять. И пока у вас там экзистенциальные вопросики обкашливаются в сердечке, будем разбирать клип теперь по кадрам. Начнем сначала. Инсайдер заметил, что все клипы ее новой эры, Lover, вот этого нового альбома, начинаются с кадра, где есть Тейлор и окно. И либо это пасхалка ради пасхалки, либо она решила, что очень круто раскрыть персонажа сквозь окно, которое рядом с ним. Типа, либо это окно большого дома, либо это маленькое окно вагончика, либо это окно гигантского офиса, или окно машины, когда человек едет и грустит по дому. У Тейлор и раньше появлялся офис в клипах. В клипе Hours она идет очень несчастно, ее никто не замечает и... Или вот в клипе Bad Blood. Ой, простите. Нафугалась. Тут две женщины борются с мужчинами в офисе. Символично. Стоп. А зачем на фоне бегают другие мужчины? Зачем они там бегают? Они не замечают, что Тейлор и Селина Гомес расхерачили весь отдел персонала. Видимо, у них очень горят дедлайны. Ну, короче, в новом клипе главный герой чувствует себя в офисе гораздо спокойнее и приятнее. И на таком контексте получается как бы противопоставление того, что женщине нужно очень сильно стараться в офисе, и в итоге все равно тебя Селена Гомес выбросит в окно. А мужчина весь такой, как Волк с Уолл Стрит. И все его очень любят. Кстати, главный герой в Волке с Уолл Стрит, он же очень долго занимался мошенничеством и коррупцией до того, как его посадили. Но все ему прощалось, и он такой весь босс. И все от него в асторге. Блин, что это за странный офис? Они реально ловят этот кусок бумаги, как будто тот, кто поймает, следующий выйдет замуж. Причем он ржет, когда на него орет босс. Ладно, переносимся в следующую сцену, в метро, она в самое измороченное. Я никогда не ajustал мои боссы так, но я не знаю как это делать. Я не знаю как это делать. мутой, манспрединг, все дела, но вы же понимаете, что если в клипе Тейлор Свифт сцена с большим количеством деталей, то мы ставим на паузу и начинаем. У девушки на худи написано Miss Americana and the Heartbreak Prince. Это название еще одной песни на альбоме Lover. И это кофта из мерча Тейлор Свифт, ее можно купить на сайте. Но она мне все еще не заплатила за рекламу, поэтому можно и не покупать. А вот эта вот футболочка из моего мерча, например, они у нас опять появились в наличии, и мы сделали второй дроп колец из золотых и серебряных, потому что их что-то смелее сразу. И сейчас, подождите, мне нужно кое с кем поговорить. Если ты сейчас, краем уха, слышишь, что твоя близкая девочка смотрит вот это видео, то, возможно, она будет очень рада подарку из этой коллекции. Простите про срочный вопрос. В общем, весь мерч, как обычно, в стирке. Напишите нам в директ стирка.маркет, и мы расскажем все, что сейчас есть, все посоветуем, упакуем, красиво привезем, и будьте самые модные. Честно. Ну, а я говорила про девушку в Худе. Мисс Американо – это еще и новый фильм, который сняла Тейлор Свифтер, документалка о ее жизни, который вышел на Нетфликсе вот недавно, и я все посмотрела специально для вас. Ребята, это очень круто, правда. Там она показывает весь свой творческий процесс, начиная с 13 лет, когда она тряслась перед выходом на первые сцены, переходя к скандалу с Канни Уэстом, после которого она ушла вообще нагад со сцены и со всех радаров вообще. И потом вернулась и начала хреначить всех от Кэти Перри до Трампа. Там можно посмотреть, как она пишет песни, и это для меня лично самый кайф, потому что она очень талантливо это делает. Короче, фильм про то, как девочка стала очень сильным человеком. Вернемся к кадру в метро. В руках у мужчины, которого зовут, кстати, Тайлер Свифт, как бы. Короче, у Тайлора в руках газета. Тут статья «Самые крутые боссы», спортсмены которых мы любим, и рубрика «Для мужиков с реальным влечением». Короче, в этой газете картинка того, как социум и медиа формулируют мужчину. Она фактически заставляет его любить все вот эти вот вещи. На обложке статья «Кто выиграл во встречании со знаменем?», то есть ими в этом году. Это отсылочка к тому, что, как бы, для мужчины это тоже прикольно, крутить вот эти вот многочисленные романы. И, в принципе, у многих известных мужчин очень много известных спутниц, а Тейлор за ее многочисленные романы называют «Пожирательницей мужчин». Ясно вам? Ну и, наконец, женщина появляется в этой газете только в рубрике «Стиль» на последней страничке. Видимо, в этой бесполезной газете даже нет гороскопов. Вот он, тупой мужской мир, который игнорирует ретроградный Меркурий. Ну и, наконец, там еще висит плакат какого-то вымышленного фильма. У матушки природы нет никаких шансов. Человек, ну или, типа, мужчина, как бы, man, это и то и другое. Versus катастрофа. Видимо, типа, кто уничтожит землю первой, я так понимаю. И с этого кадра сразу перейдем к следующей большой теме. У нее просто прошлым летом был скандал со скутером, он наехал на нее, но год довел. Летом 2019 года Тейлор потеряла все права на все свои прошлые альбомы. Они принадлежали компании Big Machine Records и управлял ей Скотт Борчетто. И там, короче, там такая схема сложная. Сейчас объясню вкратце. Когда Тейлор решила переходить на другой лейбл, на Universal, ей не разрешили купить все эти мастер-записи. Точнее, ей разрешили, но только за продлевание контракта. А вот этот Скотт Борчетто, он продал всю компанию, менеджеру других артистов, Скутеру Брауну. Он менеджер Бибера, Рианы Гранды, еще там куча всего. И они никогда не ладили с Тейлор Свифт, у них был большой конфликт. Ну и он, естественно, ей ничего не собирается продавать, никак с ней делиться и вообще никак не урегулировать эту ситуацию. И сейчас ее единственный вариант иметь снова права на эти записи, это перезаписать полностью все эти альбомы с какими-то небольшими изменениями. Вернемся к кадру в метро. Там на стенах висит реклама. Виски для боссов. И тут написано, зарабатывай на чувствах. Босс скочит как раз отсылочка к Скотту Борчетто. И еще тут граффити со словом greedy, это типа жадный. И получается, что это он greedy. И это он зарабатывает на чувствах, потому что он продает песни, в которых она как бы рассказывала о своих переживаниях. И вообще она так страдает из-за этих сделок. Ей бы телефончик психолога Эльуана. Он, по-моему, быстрее справился с ситуацией. Следующий кадр Тайлера выходит на станции 13-я улица. Тут понятно, 13-е это ее любимое число. Это я уже знаю, пока готовила предыдущие обзоры. И вы все знаете, мы все знаем, какое у нее любимое число. На граффити дважды написано слово karma. Вопрос, возможно, следующий альбом, не знаю. И все остальные граффити это названия ее предыдущих альбомов. Repetition, 1989, Red, Speak Now и Fearless. Причем Fearless написано наоборот. Единственный альбом. Есть предположение, что, возможно, именно с него она начнет перезаписывать свои старые записи. И, возможно, поменяет в этом альбоме, например, треки местами. На этой стене не написан только альбом Lover, который уже принадлежит самой Тейлор. Отместо него есть объявление, что, видимо, все вышеперечисленные, все вот ее прошлые альбомы, пропали. И если вы это найдете, верните, пожалуйста, Taylor Swift. А второе объявление для нас выглядит странно. И если не вспомнить, что на английском самокат это скутер. А со скутерами к Тейлор вход воспрещен. Ой, я обожаю ее клип! Обожаю! Обожаю! Ну кайфец же прям! Каждая секундочка! I was so stoked to have a movement coach help me with things like, you know, I've never thought about how men walk. And how do you check somebody out? You check out their boobs and then their back? Get over! There must be some code for that. There's gotta be. А на постере, кстати, Мистер Американо, то есть это типа ее же документал, это только в ней уже играет Тайлер Свифт, и режиссер не Лана Уилсон, а Лэри Уилсон, и премьера не на фестивале Sundance, а на фестивале Man Dance, то есть типа в мире мужчин даже танец солнца превращается в драку, потому что Man Dance это типа танец мужчин, но в сленге это обозначает драка. Ну и вот от этого кадра многие мужчины достаточно справедливо бомбят, потому что... И почему он мочится синим глиттером? Либо это отсылка к тому, что внутри мужчины может находиться что-то очень неординарное и яркое и потрясающее, это как бы социум делает его вот таким, либо, не знаю, среди вас есть венерологи, это можно у кого-то подцепить? Итак, давайте резюмировать тему по Скотту Барчетто и Скутеру Брауна. Тейлор лайкнула вот такой пост. Мужчина, который мочится на то, что создали женщины, выглядит правдоподобно. Ну и наконец в титрах уточняется, что ей принадлежит этот клип. Вот так Тейлор шеймит людей, даже не называя их имена. А давайте теперь разберем, как Тейлор шеймит людей, называя их имена и никто не понял, почему именно их. В тексте есть строчка, я буду как Лео на Сантропе и мы видим вот такие вот кадры. Блин, ну конечно, вот с таким количеством женщин еще потом удивляются, что он что-то подцепил, да? Вы, наверное, знаете, что Леонардо Ди Каприо все время тусит с новыми девочками, их возраст никогда не превышал 25. И, в принципе, все спокойно воспринимают этот образ жизнью, типа, хочешь так? Окей. А может вы еще не поняли, но Тейлор не нравится, что ее осуждают за ее частые романы. А вот почему Сантропе? Просто Леонардо Ди Каприо каждый год собирает галло-ужин его фонда в Сантропе. И работа фонда посвящена очень важным делам по сохранению природы, по помощи другим фондам благотворительным. И вот сейчас, например, они 3 миллиона долларов пожертвовали на предотвращение пожаров в Австралии. Но мы сейчас смотрим только на то, что Леонардо Ди Каприо тусит на яхтах с моделями. Фу! Плохой Лео! Ну-ка, фу! Следующий кадр после ночи с кем-то. Тайлер выходит в коридор, где вместо walk of shame, типа, быстренько объясню, что такое walk of shame. Наверное, многие знают. Это, типа, когда ты идешь, переночевав где-то после тусовки в клубе, возвращаешься домой уже во время рассвета, и ты вся такая, типа, клубная. И все люди понимают, что ты, очевидно, ночевала где-то не дома, и все смотрят на тебя осуждающе. Вот, это, как правило, касается особенно девочек. Вместо walk of shame Тайлера встречает, как бы, hall of fame, типа, коридор одобрения. И все дают ему пятачка, потому что вдул кратцовчик. Пу! Коридор, кстати, выглядит ровненько, как коридор в доме Канни Уэста. И я оставлю вас на секундочку подумать о том, что у кого-то в доме так выглядит коридор. Ой, ребята, вот тут вообще замес. Короче, Тейлор сама написала, что в этом коридоре 19 рук, а до клипа осталось, типа, 2 дня. 1, 9, 2. Запомнили эти циферки, окей? 19 поправка в Конституцию США дала право голоса женщинам. И произошло это в 1920 году. Да, это произошло ровно 100 лет назад, и в США в этом году очень много всего этому посвящено, поэтому привыкайте. Но это еще не все, потому что через два года, в 1922, эту поправку пытались оспорить. И Сенат сказал, не будем оспаривать, оставляем право голоса женщинам. И сделал он вот это вот, 27 февраля. Тейлор 27 февраля выпустил свой клип. Ну и, наконец, если сложить все циферки в дате выхода клипа, 2, плюс 2, и 7, плюс 2, то получается число 13. Ну, тут понятно, папа гуляет с дочкой в парке, и все в восторге от того, какой он прекрасный папа. Кстати, жена Тайлера в этом клипе так и не появилась. Зато 58 лет спустя, да, 5 плюс 8, это тоже 13. Уже, знаете, такие мелочи. Тайлер женится на молодой девушке. Но при этом соглашусь мнением вот этого журналиста-комика Стивена Краудера, что тут бэдгай скорее невеста. Потому что если уж мы говорим про стереотипичную ситуацию, что он на ней женится потому что она просто молодая телом, то она выходит за него замуж тупо за деньги. И, кстати, интересно, его тоже играет Тейлор? Я выяснила, Билл Корсон написал в Инстаграме, что они хотели так сделать, но не хватило времени. И ее? Просто в титрах больше нет никого, кроме Тейлор Свифт. Ну да ладно. Сцена в клубе, где Тайлер почему-то еще с одним таким же Тайлером сидит в компании друзей, и на банкнотах лицо Тайлера. Это такая маленькая отсылочка к тому, что там только мужчины на этих банкнотах. И была идея в США поместить на банкноту женщину на 20 долларов вон Гарриет Табман, которая была борцом против рабства. Но идея была при Обаме, а сами знаете, кто сейчас на троне, так что идею похерили. Если сейчас появятся новые купюры, то козырные, конечно же. А как козыр будет? Серьезно? Серьезно, да. Когда ты играешь в игру, козырь – это трамп-кард. И теннис. Матч под девизом «Женская благотворительность» судит папа Тейлор Свифт. Скотт Свифт. Вообще обожаю эту идею. Типа, пап, я вообще не обижаюсь, что ты выставил с нашего ужина моего молодого человека. Я считаю, что нам нужно помириться окончательно. Мне бы очень было важно, чтобы ты снялся в моем клипе. Ну и это очевидная отсылка к скандалу с Сиреной Уильямс. Сирена Уильямс устроила истерику во время финала одного из самых престижных теннисных турниров US Open. Уже тогда очень многие написали про то, что за разбитую ракетку всем дают штрафной балл. И за споры с судьей очень часто тоже. Но тут скорее отсылка именно к конкретному теннисисту, судя по форме, к Джону Маккенроу. И в сцене с теннисом мы видим уже как бы съемочную площадку. И там в стуле режиссера сидит Тейлор Свифт. Если вы еще не поняли, она режиссировала этот клип. И она просит Тайлора быть посексуальнее, более таким приятным, что ли. И еще такой забавный момент, что в документалке Тейлор сама смотрит свои же как бы клипы на площадке и говорит, что она такое делает там злое лицо и что она должна там быть просто поприятнее. Кстати, узнали мужской голос? Это вряд ли, потому что до нас все эти фильмы доходят с переводом. Ну, короче, это скала Дуэйн Джонсон. И мы приближаемся к развязке. Просто очень показательно, что эту роль озвучивает именно скала. Потому что Тейлор говорит, что как бы женщинам в этой сфере медийной очень много приходится как бы делать со своим телом, потому что чуть-чуть ты поправишься и сразу уже все начинают замечать твой живот. И тут появляется голос Дуэйна Джонсона, который в инстаграме все время рассказывает, как он встает в 4 утра и идет на несколько часов в тренажерный зал. И при этом ему еще нужно постоянно работать над своей харизмой и над своими знаниями, чтобы он не воспринимался как тупой агрессивный качок. Никого не имею в виду сейчас. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, спасибо. Короче, он такой образец работы над собой, что очень сложно его упрекать в том, что типа ему все досталось, потому что он мужчина. Моя мысль в итоге такая. Тейлор умница, она пишет очень талантливые песни и ее клипы при этом очень резонируют в обществе и они часто сейчас помогают какой-то группе населения. Но меня бесит упрощение, типа все мужики ужасные, они сснут на стенах и все им достается просто из-за пениса обладающего лобби. И думаю, что многие мальчики осгорблены тем, что их равняют под одну гребенку вот с этим ублюдком. Поэтому рубрика мантра. Мы тут все идем в светлое чудесное будущее и мне кажется, что нам не надо воспитывать детей в ощущении, что мама с папой поругались и типа давай выбирай на чьей ты стороне. Но если ты мальчик, то возможно все равно тебя все будут ненавидеть, потому что мальчики до тебя делали плохие вещи. Мне кажется, мы уже можем судить людей по поступкам, вот. Это мое мнение. Пишите, пожалуйста, что вы разглядели в этом посыле Тейлор Свифт, в этом клипе, что я еще не рассмотрела в нюансах. Пишите в комментариях, ставьте лайки этому разбору, если он вам понравился и отправляйте его всем. Такой вот посыл. В общем, с вами была Таня Старикова. Все. Пока. Ой! Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok